Новая угроза. В прессу просочились данные, что американские спецслужбы получили оперативную информацию о готовящемся теракте. Где ждать опасности и что предпримут, Дмитрий Анопченко выяснял подробности. Теракт по масштабам подобной атаки 11 сентября, когда на башне Близнецы в Нью-Йорке направили захваченные самолеты, якобы собираются устроить экстремисты на территории Америки или Англии. Об этом нынешняя ИО-министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элэйн Дьюк сообщила сотрудникам американского посольства в Лондоне. Разговор был конфиденциальным, но о нем пронюхали журналисты Daily Mail. Дескать, о готовящемся теракте свидетельствуют разведданные. Боевики исламского государства стремятся быть заметными, им нужны финансирование и новые сторонники. А гибель любого лайнера с пассажирами стала бы трагедией такого масштаба, что о ней весь мир говорить будет. Меры безопасности в американских аэропортах и без того чрезвычайно жесткие. И теперь, чтобы успеть на рейс, уже не за два, а за три часа до вылета приезжать нужно. Но весь контроль сосредоточен в основном в терминале. Это контроль за пассажирами, за их поведением, за их багажом. А вот мы сейчас буквально в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы американского столичного аэропорта имени Рейгана. Лайнеры в буквальном смысле у меня за спиной взлетают и садятся. Но здесь нет ни охраны, ни полиции, ни даже камер наблюдения. А ведь, по словам чиновницы, план у исламистов сейчас якобы другой. Сбить авиалайнер на взлете на территории Америки или Англии. В этом случае самолеты практически беззащитны. Завинчивая гайки с авиабезопасностью и увлекшись ограничениями для пассажиров, власти попросту проглядели опасность удара с земли. Атаки по лайнеру, который только вылетел или на низкой высоте подлетает к аэропорту. Пресса сейчас пытается выяснить, насколько велика опасность. А вот специалисты по авиабезопасности рассуждают абсолютно о другом. Они задаются вопросом, а почему информация о будущем теракте? С грифом «совершенно секретно» вдруг стало известно прессе, вдруг оказалось на первых полосах. И выдвигают версию. Говорят, спецслужбам Америки сейчас нужно просто оправдаться за свой просчет в Лас-Вегасе, когда они упустили стрелка, совершившего страшное преступление. Вот они и пытаются сейчас рассказать о собственной значимости и собственной оперативной информации. Как бы там ни было, об угрозе сообщено публично. А значит, нам с вами летать станет еще сложнее. Что в Америке, что в Европе, власти в очередной раз отреагируют усилением мер безопасности. Как вокруг аэропортов, так и в них самих. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.